Ко второму туру на должность первого заместителя губернатора допущены всего четыре человека. Сегодня они решали ситуационные задачи. Всего их было две. На решение каждый из них давался час. По словам одного из кандидатов, готовиться пришлось долго. Нужно дать объяснение рабочей группе Министерства о определенных ресурсах Одесской области, в котором они станут, и что нужно сделать для их покращения. По-перше, все получили одинаковые задачи. По-друге, мне кажется, очень прозоро, все очень просто. Мы получаем одни и те же задачи, пишем ответы, потом это все запаковывают в конверты. Каждый имеет свой номер, никаких имен, названий, ничего. Максим Степанов прозрачностью прохождения конкурса доволен, ведь человеческий фактор был исключен по максимуму. Но все же некоторые инциденты наталкивают на мысль, что законодательство в этом аспекте все же несовершенно. Это смешно, с одной стороны. С другой стороны, грустно, на самом деле. Это говорит о несовершенстве процедуры, которая существует, если говорить серьезно. Потому что человек в здравом уме подает на все четыре должности заместителя. Абсолютно без разницы, чем руководить, чего делать. Отбор на все вакансии продолжается и должен закончиться к концу недели. Будем продолжать следить за ситуацией и надеяться, что победит достойнейший.